С Верой в спорт Здравствуйте, дорогие слушатели Так, а что? Да, ну, в принципе, здесь мы с вами будем говорить о плавании Я надеюсь, что это будет водная программа, потому что плавание – тема поистине безграничная Начнем мы с обзора, что, собственно, себя представляет плавание, что значит уметь плавать, объясните, пожалуйста Плавание – это вообще циклический вид спорта, он такой довольно монотонный, но в тот момент интересный В плавании есть различные дистанции, это как можно плавать на короткие спринтерские дистанции, так и на длинные стаерские Плавание также может проходить в бассейне, а еще есть на открытой воде Там гораздо длиннее дистанции, порядка 10 километров, 20 бывает плавают То есть это озера, какие-то заливы, проливы, реки, моря, океаны Да, даже и моря, океаны Здесь вы учите плавать в бассейне, а ваша специализация – это какой возраст, какие группы у вас? Ну, мы начинаем учить детей от 6 лет, которые уже достигли, так сказать, роста метр 20 и заканчивая взрослыми, пожилыми даже людьми У нас есть группы как детей, так и взрослых отдельно Вы сказали от 6 лет, метр 20 и выше, почему именно этот рост? Потому что в нашем бассейне, он как бы предназначен для взрослых людей, там глубина порядка метра 0,5 И поэтому, чтобы детям было комфортно, они не терялись в воде Не пугались, да? Не пугались, да, именно с такого возраста Ну, а почему возраст 6 лет? Еще такое ограничение Ну, к этому возрасту они уже более-менее что-то мыслят, понимают, дают своим действиям отчет И как-то проще им это дается А реально научить детей плавать с гораздо более раннего возраста? Допустим, вот есть даже, я знаю, что группы, где мамочки с младенцами приходят заниматься Но там идет не обучение плавания, а чисто подготовка их, чтобы они не боялись воды Чувствовали себя комфортно, да, привыкали Есть для этого маленькие бассейны, чтобы они стояли на дне, комфортно себя чувствовали И вообще, да, и также с родителями еще плавают, чтобы чувствовать себя Чувствовать поддержку Да, 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 поддержку и опору Вот мы начали разговор о бассейне, но не упомянули Вода в бассейне какой должна быть? И при выборе бассейна, при выборе места для обучения плаванию, при непосредственном выборе бассейна как такового На что следует обращать внимание? А вот в плане глубины, может быть, насыщенности воды, температуры На что еще следует обращать внимание? Ну, обращать надо, во-первых, это на очистку воды Сколько там хлорки используются, всех этих реагентов Потом на температуру воды, тоже немаловажный фактор Допустим, вот малым детям будет порой некомфортно себя чувствовать опасения для взрослых Потому что там температура гораздо ниже Люди там более-менее интенсивно плавают А для детей температура повыше То есть эти группы у шести лет, они занимаются у вас в каком-то отдельном бассейне? Нет, у нас в бассейне, да А они уже со взрослыми? Да, 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 со взрослыми А деткам помладше, им обычно делают потеплее Да, им там потеплее, отдельные бассейны для них существуют Вот, и они там также плавают Вы назвали еще верхний порог возрастной, да, то есть пожилые уже люди Как такового порога, можно сказать, нету Плаванием можно учиться всегда, лишь бы не было противопоказаний каких-то Вот тогда сразу какие могут быть противопоказания, расскажите Противопоказания? Так, вот это трудный вопрос Ну, по вашему опыту Наверное, сложно назвать, потому что Купание в бассейне, да и нахождение в бассейне Это, ну, можно сказать, в некоторых случаях полезная штука Да, в частности, как для младшего поколения, так и для старшего Вот поэтому пусть этим разбираются медики-эксперты Это в любом случае, перед походом в бассейн мы скажем, что нужно консультироваться И с врачами, и с тренером, да, непосредственно Вот поэтому на это тоже следует обратить внимание Да, да, да Вы упомянули такую формулировку Вы сказали учиться плавать Что значит учиться плавать? Это просто держаться на воде или это преодолевать какие-то дистанции? Вот, допустим, мне говорили, что есть такое понятие, что Уметь плавать, это значит, из водоема суметь спасти не только себя, но еще какого-то человека Ну, уметь плавать, в моем понимании, это возможность проплыть 25 метров без остановки Вот, держась на воде, при этом, чтобы было правильное дыхание Правильная техника плавания И, опять же, уверенность Вот, все это можно достичь, мне кажется, только с тренером Потому что одному обучаться ничего хорошего не выйдет Потому что, не зная техники плавания, саму трудно научиться самостоятельно По вашему мнению, да, по профессиональному мнению, в чем заключается польза плавания? Ну, пользы, пользу достаточно много в этом виде спорта Это, во-первых, это, конечно же, дыхание Для людей, которые болеют различными вызываниями, например, астмы, еще каких-то Развития дыхательных путей Потом То есть укрепление системы вообще Да, также иммунитет вода укрепляет, закаливание Потом, также очень полезно для людей со сколиозом, с какими-то искривлениями осанки Также после различных травм, например, каких-то тазобедренных суставов Очень полезно плавать в воде Потому что именно в воде укрепляются мышцы, переходит тонус мышцам И быстрее идет выздоровление Вот Также вода расслабляет Например, когда вы устали после рабочего дня Очень даже хорошо зайти в бассейн, поплавать, расслабиться Плюс, также плавание в бассейне, разрабатываются суставы И, что еще доказано учеными После занятия спортом и, в частности, плавание Гораздо лучше соображает голова А почему так? Опять то, что кислород прилипает Добирается до мозга, наконец Приходит Сквозь все преграды Вы упомянули сейчас довольно много критериев Довольно много факторов Не все еще Да, далеко не все, конечно, все перечислить, мне кажется, невозможно Давайте становимся более подробно на некоторых из них Вот, к примеру, меня интересует развитие дыхательных путей Каким образом это происходит, за счет чего это происходит И как это помогает людям Вы упомянули про тех, у кого есть заболевания, такие как астма Какие-то общие заболевания дыхательных путей За счет чего происходит укрепление этих органов? Да, за счет того, что в воде приходится постоянно дышать Во-первых, когда люди приходят нам учиться плавать В первую очередь мы ставим дыхание Потому что это одно из важных таких нюансов в плавании Вот лично я сам болел астмой Да, в детстве Потом меня родители отдали в плавание В возрасте где-то лет 8-9 Вот, и с того момента я начал плавать До этого у меня были, ну, в общем, я задыхался При таких более-менее интенсивных нагрузках Мне сковывало дыхание И приходилось пользоваться ингалятором Спустя 2 года занятия плаванием У меня прошла астма Я стал нормальным человеком Переносить все эти нагрузки Дикого астма тоже нормальные люди все-таки Да, болезнь ушла Да, болезнь покинула меня Да, но это лишь ваша честная история Мы оговоримся, что не факт, что всем это будет 100% помогать Конечно же, это еще большая должна быть работа и лечащих врачей Но плавание как один из способов Одна из возможностей, да, в том числе и борьбы с таким недугом, как астма Мы можем помянуть, да, на рассмотрение всем желающим Что касается скривления позвоночника, да, всякие астахандрозы и прочие вещи Как здесь помогает плавание? Вот опять же, плавание, оно как бы поддерживает тебя, стабилизирует корпус при плавании При работе рук, при работе ног Еще очень важно, кто приходит с такими вот заболеваниями, осанки, например Для них подбирается своя нагрузка С равномерной работой ног, рук, чтобы не было перекосов И также вот я настоятельно рекомендую научиться с тренером плавать Потому что можно, не желая того, навредить себе Научиться плавать самостоятельно и с неправильной техникой Это, например, дышать на одну сторону Это может тоже шейные позвонки немножко покривиться Ну Лучше все делать, конечно, под бдительным взглядом и контролем тренера Да, да, да Человек, у которого есть опыт и знания в этой сфере Едем дальше, плывем дальше Почему каждый должен иметь плавать? И должен ли каждый человек уметь плавать? Я считаю, что да, должен уметь каждый плавать Так как, мне кажется, на речку ходят многие, купаются На речку, в отпуск ездят многие Да, конечно И в любом случае нужно уметь держаться на воде Или хотя бы спасти кого-то Держаться на воде, либо хотя бы спасти А лучше спасти или хотя бы держаться Да, наоборот Оговорился чуть-чуть Также сейчас ввели в нормы ГТО плавание И чтобы сдать на золотой значок Нужно проплыть довольно-таки быстро Не каждый спортсмен сможет А сколько там нужно проплыть? Там, чтобы именно мальчикам проплыть на золотой значок 18 лет мальчикам Нужно плыть за из 50 секунд Сколько? 50 метров 50 метров за 50 секунд? 50 секунд, да Метр в секунду Из 50 метров плывем? И с 50 секунд нам выплыть А, то есть меньше? Да, меньше нужно А вы пробовали сдавать на такой значок? Да, конечно У меня есть золотой значок Есть золотой значок? Ну вот прекрасный пример как раз Да, так что всех как минимум уже можете Хотя бы как минимум этому уже научить Как научиться плавать И в каком возрасте это можно сделать? В принципе, плавание Все возрасты покорные Можно начинать как с малого, так и в возрасте Приходит, допустим, вот вы сказали про пенсионеров Про людей уже в пожилом возрасте Реально человек, который никогда в жизни Свои там 60 лет Ну только умел купаться Что называется, никогда не плавал Ну или плавал там, как говорится По-простому, по-собачьи Да, возможно ли как-то научить Действительно плавать такого человека? Да, конечно, возможно Но опять же это делать сложнее, чем детям Потому что детям это прививается с детства А взрослые уже, так скажем Навыков не имеют Поэтому нужно сначала будет Побороть водобоязнь, если они боятся Как это происходит? Бороть водобоязнь? Да Это постепенно заходить в воду Опускать голову в воду Постепенно приседать полностью Погружаться с головой Задерживать дыхание Различные упражнения, как звездочки И там поплывок и так далее Вы, допустим, в детском саде такое делали Да, именно в детском саде Такому начинают учить Дальше ложимся на воду Также изучаем дыхание в этот момент После чего мы осваиваем технику ног Затем переходим к рукам А потом задача совместить Самая сложная задача совместить Руки, ноги и дыхание Это порой удается не сразу всем Но это возможно Сколько таких подготовительных занятий Обычно требуется? Ну, так скажем Занятий 8-16 потребуется Чтобы лечь на воду И как-то поплыть Чистота занятий Имеет ли значение в этом случае? Да, я считаю, что Чтобы научиться плавать Нужно ходить в бассейн Не реже двух раз в неделю Два раза в неделю? Да, два раза в неделю То есть получается где-то два месяца Да, порядка двух месяцев К ним уже можно приступать Да, да Ну, в принципе, даже можно и за месяц научиться За восемь занятий Но это нужно стараться И тоже рвение иметь Потому что некоторые клиенты попадаются ленивые Их нужно заставлять Ну, конечно Подпинывать Прикрикивать Вот А так Да, вполне можно за один-два месяца Научиться плавать Ну, не то чтобы как спортсмен научиться плавать А как простой любитель В принципе, поставить технику и лечь на воду Скажите, а возможно ли Занимаясь в обычном бассейне Да, с тренером, к примеру, с вами Научиться плавать так Чтобы преодолевать какие-то вот серьезные дистанции Допустим, в триатлоуне два километра Да, можно этому научиться Причем в открытом пространстве В открытом воде, да Но для этого нужно очень хорошо постараться Трудиться И ходить, наверное, не реже Трех раз в неделю Чтобы постоянно вот Сначала научиться плавать А потом уже километры наматывать Все вот эти вот метражи И это монотонная работа Да, конечно, она На выносливость Нужно будет себя бороть в этом плане Ну, естественно, как и с любым другим видом спорта Это необходимо Да, 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 да Это возможно Сколько длятся занятий? Длятся занятий по 45 минут 45 минут? 45 минут, да Много ли можно проплыть за 45 минут? Ну, смотря кто Смотря на какой стадии подготовки Да, смотря на какой Ну, в среднем За тренировку проплывают Порядка, наверное, метров От 600 до Полторы тысячи километров То есть полторы тысячи километров Реально проплыть за 45 минут? Ну, так же А спортсмены плавают по 3 километра спокойно За 45 минут Порой даже и больше Давайте о спортсменах мы еще чуть позже поговорим Вот мы начали с здоровья Да, с пользы, которые плавание приносит Как В чем отличие спортивного плавания Да, вот плавания вот именно Здоровительного Вот на чем сначала акцентируемся На здоровительном плавании Ну, начнем с того, что Здоровительное плавание посещают Примерно два Порой один даже раз в неделю С другой стороны Спортивное плавание у нас идет Как каждый день И порой не по разу Также же там присутствует зал Вот Плюс в объемах В оздоровительных группах Они плавают Ну, так скажем Осредненным километрик Примерно за 45 минут А в спортивных группах Они плавают уже по полтора часа И там у них объемы Вплоть даже до 10 километров Вот Еще То есть вы говорите За полтора километра Или сколько за одно занятие Да В плане здоровительном плавают Да То есть они приходят Сразу команда в воду И они вот поплыли И вот так вот Да, мы им даем задания И плавают Упражнения, задания различные Какие, например? Какие, например? Ну, вот изначально, чтобы научиться Нужны упражнения Поплывок, звездочка И так далее Различные игры для детей Потом есть упражнения Маятник Чтобы поставить Такой вид кроль Вообще Плавание существует Четыре стиля Это Дельфин Тот же бутерфляй Иначе называется Кроль на спине Потом брас И кроль на груди Представляю себе Все четыре Это здорово А какой из них проще всего удалить? Проще всего, на мой взгляд, это Кроль на спине Мы стараемся учить его Одним из первых Так как голова находится снаружи И легко дышать Дышать легко Здесь вестибуляркой Наверное, нужно поработать Здесь, да Непонятно, что там за спиной Порой Некоторым проще лечь На живот Чем на спину Потому что видно Они теряются Да, и боятся Это сделать То есть здесь необходимо Опять-таки Почему хорошо с тренером Разниматься Потому что Доверяешь Тренер Это уже, получается Зависит от ситуации Либо Человеку проще на грудь лечь На кроль на груди Либо на спину Кроль на спине Да, и когда человек к вам приходит Вы, соответственно, так и оцениваете Что ему будет проще Да, да, да Также подбираем нагрузку Строго под его Уже способности А сложнее Какой из этих четырех видов? Самый сложный Это бутерфлей Там как и Кордиционный Так и В силовом плане Он сложный стиль Он учится в последнюю очередь И для таких уже Продвинутых пловцов В основном Для спортсменов Да, для спортсменов В основном плавают только спортсмены А так Для простых обывателей Есть еще стиль брас На нем Большинство плавает Людей Как на речках Так и на озерах И на морях Ну такой самый популярный Да, да, да Везде-везде можно увидеть В плане Здоровительного Плавания Какие факторы Еще можно выделить Какая экипировка Нужна Если человек Вот решил заниматься Оздоровлением Таким образом Ну, во-первых Главное Это желание Чтобы прийти в бассейн Нужно Сначала Справочку Обязательно Потом Собрать с собой Полотенце Мыло Мочалку Сланцы Шапочка Очки Плавки Купальники Вот это в принципе Все, что нужно Для плавания И чтобы попасть в бассейн Соответственно Затем Занятия с тренером Ну и наверное Можно еще Какие-то свободные Себе часы Там убрать И заниматься Самостоятельно Для закрепления Материала Приветствую Теперь приходим К самому интересному Это спортивное плавание До его отличия Мы уже сказали Что это гораздо Больший километраж Да, что это еще? Гораздо больше сил Дополнительных Больше усилий Гораздо больше усилий Самая главная Наверное Должна быть цель Для чего Собственно Мы занимаемся Спортивным плаванием Для чего человек занимается Ну, чтобы достичь результатов Стать чемпионами Чемпионами мира К вам приходят Вот ребята Которые там Поставили себе цель Допустим Проплыть За какое-то Определенное время Какую-то Определенную дистанцию Ну, на данный момент Таких пока не приходило Такие пока люди Плавают Ребята Спортивных бассейниц Например Только как Быстрец у нас Ну, вы готовы Таких принять? Да, конечно Да, и таких консультировать Да, если молодежь Пока еще не участвующая В спортивных мероприятиях Захочет Таких все Каждым днем С каждым годом Все больше и больше становится Да Таким вы готовы Дружище помочь Содействовать Да, готовы В каких мероприятиях Да В каких соревнованиях В этом случае Можно принять участие То есть К чему можно Какие цели себе Можно ставить? Цели себе Во-первых Можно У нас участвовать На областных соревнованиях Их-то внутри Бассейна соревнования Также существует У вас они проводятся? Да, у нас они проводятся Два раза в год Вот Также областные соревнования Существуют у нас По Кировской области Дальше Уже идут отборы На Россию И на мир И соответственно Из Кирова Можно на Россию Как-то попасть На соревнования Да, можно На любительском уровне Нет, на любительском К сожалению Не попасть Да, нужно заниматься На профессиональном уровне А вот вы являетесь Кандидатом мастера спорта По плаванию Что для этого нужно сделать? Как этого можно добиться? Как это добиться? Ну, это Ежедневные тренировки С тренером обязательно Свободное время Нужно, да И вкладывать Ну, в свою цель Усилия Это очень важно И Главное Это целеустремленность Поставить себе цель И строго идти к ней Не сворачиваясь в пути А это какую-то Нужно было определенную дистанцию За определенное время Проплываться Или какие-то результаты Показывать систематично? Нет, не систематично У нас Есть таблица разрядов По которой мы В принципе и плаваем Нормативы Так скажем На различные дистанции Свои нормативы Ну, а сколько вы проплыли Чтобы стать КМС? КМС? Ну, я выполнил Кандидатом мастера спорта На 100 комплексом В тот момент я поплыл 1.01 Одна минута 0.01 секунда Сколько вы проплыли? 100 комплексом 100 комплексом Это что такое? Это комплексное плавание Тоже Это пятый вид Забыл упомянуть Это просто Симбиоз всех видов спорта Ой, видов плавания Как это выглядит? То есть вы чередуете их как-то? Да, чередуют Сначала стартуем Прыгаем с тумбочки Вниз головой Плывем Баттерфляем Он же дельфин Потом на спине кролим Затем брас И финишируем Кролем на груди Это 100 метровка? Это 100 метровка, да Плывется по 25 метров Четко Не сантиметром больше? Не сантиметров меньше Следующий этап Для вас лично Это какой? Ваша цель Следующая? Ну, на данный момент Моя цель Учить подрастающее поколение И также старшее поколение Плаванию И продвигать его В наш Кирове Каким образом продвигаете? Ну, на данный момент Я работаю тренером Также есть задумки По открытию собственной школы плавания В наш Кирове Школы плавания В рамках какого-то Существующих бассейнов? Да Ну, пока мы это не анонсируем Потом еще отдельно Мы про эту программу Я думаю, сделаем Дальше продолжаю вас терзать Расспросами про спортивное плавание Насколько легко И насколько быстро Можно подготовиться Допустим, опять-таки Возвращаясь к триатлону К двум километрам Вы упомянули о том Что помимо занятий в бассейне Непосредственно в воде Должны быть еще силовая нагрузка В спортзале нагрузка Расскажите, что включает в себя Эти комплексные тренировки? Ну, обычно Тренировка в себя состоит Это зал сначала Потом идет вода В зале это различная растяжка Силовые элементы Подводящие технические элементы Специальные тренажеры есть Для плавания Которые позволяют Проработать грибок Технику Ну, а потом это все Идет закрепление в воде Закрепление в воде Техники Ну, у спортсменов Да, идет так А разве не проще будет Любителям Тем, кто не нацелен На какой-то серьезный результат Спортивный Вот тоже так сначала в зале Необходимые упражнения Потому что в воде Да, это будет полезно Это полезно Полезно себя подготовить Да, к полноценной тренировке Если есть такая возможность Если есть возможность То да Лучше это сделать И вообще Перед каждым Сеансом плавания Лучше всего делать Разминку Разминку на суше Как? Сколько времени занимает И как она выглядит? Ну, разминку Это обычная зарядка Или чем-то отличается? Ну, да Практически обычная зарядка Направлена на Разминку суставов Всех И длится она примерно Ну, пять минут Дольше не нужно Чтобы подогреть И подготовить себя К работе в воде Еще вопрос Про спортивные направления В принципе, про любительские Мы рассказали Вот этот минимальный объем Материальных ценностей Которые нужно с собой иметь Купальник Подходящий справочку Медицинскую Мыломочалку Что нужно Для подготовки Спортивной По плаванию Спортивной? Какое-то особенное оборудование И вообще Насколько дорогой Такой вид спорта Как плавание? Ну, плавание Я бы не сказал Что он один из самых дорогих Видов спорта Да, есть Гидрокостюмы Которые стоят Порой Под сто тысяч рублей Но и на открытой воде Наверное, больше используется Да, не в бассейне И в спортивном плавании В бассейне Да, есть специальные Гидрокостюмы А для чего они нужны В бассейне? Они утягивают тело И ты Более обтекаемое положение Ты занимаешь И чувствуешь лучше воду Воду Вот Также существуют Различные ласты Которые применяются Для Оттачивания техники Лопатки Также для Грибка Для его улучшения Лопатки Это что такое? Лопатки на руки Ага Да Для Большего продвижения Загребания Да, да, да Потом есть Колобашки Что это? Это такая Пенопластовая Штучка Которая Помогает нам Зафиксировать ноги В одном положении Ну у нее есть Различные еще применения То есть ноги как-то Завязываются Или утягиваются? Не завязываются Она зажимается между ног А, поняла То есть ногами держат? Да Вот эту колобашку Очень забавное название Да Есть еще Плавают с резиной Привязывают ее И Половут максимально быстро Растягивая резину То есть здесь работает Принцип Что называется Фитнес-резинки Такой, да? Ну, можно сказать И так отчасти, да Обалдеть Это же, наверное, Очень сложно Это, да Трудно Когда сопротивление Увеличивается Не только вода Но еще и резина Вот Также есть тормоза Это такой пояс На котором Как сказать Такие Крышечки, что ли В общем Баночки Которые создают нам Сопротивление В плавании Вот А для чего они нужны? Ну, чтобы опять же Резко остановиться? Сначала проплывете в них В этих А потом уже Поплывете без него И будет гораздо легче Будет гораздо легче Да, и вы это почувствуете Вот По оборудованию Что еще можно назвать? По оборудованию Ну, вот тренажеры Есть специальные Они очень помогают Но они есть в залах, наверное Да То есть их не обязательно Приобретать отдельно? Никаких не обязательно Вот Так, в принципе Из основного Все Давайте вот возьмем Конкретную ситуацию Человек хочет Впервые проплыть Два километра На открытой воде Ну, примерно Два километра Скажем Когда следует Начать заниматься Возможно Допустим К следующему лету Уже подготовиться Сейчас начать И что для этого нужно? Помимо времени Конечно же Подготовка какая у тебя человека? Подготовка Скажем так Средненькая Средненькая Но он увлекается спортом, да? А может быть Там ходит в зал Может быть Иногда бегает Да Может быть Иногда на велике катается Да Но ничего серьезного Профессионального Спортсинного Определенно нет Ну, в принципе За год можно Можно поставить технику Наработать объемы И проплыть Два километра Если вот имеется ввиду В триатлоне Это будет в результате Каком-то измеряться Или это просто Преодолеть два километра Или можно уже надеяться И рассчитывать На какую-то Серьезную цифру Которая составит Конкуренцию Действующим спортсменам Да Последителям Ну, на серьезные цифры Мне тогда Мне кажется Не стоит надеяться Но Заявите себе Заявите себе Да Как минимум Уже можно Можно, да Еще один вопрос Который терзает многих Я знаю по поводу плавания В частности, девушек Потому что есть мнение Что при занятиях Систематических плаванием Очень активно развивается Плечевой пояс То есть мышцы На руках На спине На плечах Очень активно начинают нарастать Так ли это? Да Есть такой момент Так как в плавании Вообще Задействована По большей части Это спина И руки Плечи Также ноги Поэтому Плечевой корсет Он как бы Увеличивается Как у мужчин Так и у женщин Но опять же Плавание Позволяет себя держать Всегда в тонусе И В хорошей Физической подготовке Да Но в любом случае Каждый может Контролировать Наверное Развитие своих Своей мышечной массы Остановиться Да И как-то умереть Может быть Нагрузки Когда уже форма Приобретет Желаемый Объем Вот поэтому Да и польза На самом деле Большая Потому что вы уже Упоминали Как раз Позвоночники О всех наших Также можно Людям Которые Страдают Например Лишним весом Приходить в бассейн И собственно Сжигать его Потому что в бассейне За тренировку У людей Теряет очень большое Количество калорий Порой даже больше Чем в зале Да Есть программа Специальная Интенсивная По похудению В воде Направлена именно На похудение Ну там придется Работать в кардио режиме Даже в силовом воде Наверное не получится Слишком В силовом воде Наверное не получится Слишком большой вес Должен тогда быть У снаряда Силовой Это вид не силовой Такой циклический Более-менее На выносливость Да Отлично Ну пожалуй На этом Мы сегодняшнюю программу Закончим Говорили мы сегодня О плавании О его разновидностях О возможностях Которые предоставляет нам Бассейн Так что всех приглашаем В частности Бассейн Родина Да Спорткомплекса Родина Сегодня у нас был Кандидат мастера спорта По плаванию Тренер клуба Родина Денис Лебедев Да Денис Спасибо большое Что пришли Рассказали Было очень интересно Ждем снова Всего доброго Удачи С верой в спорт Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова